МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. В Карасусском районе около 60 жилых домов оказались затоплены из-за паводка. А сейчас всем пострадавшим оказывается материальная помощь. Подробнее об этом расскажет Камила Солкомбаева. Подъезды живых домов по-прежнему не обрабатываются должным образом. Но ПКСК говорят, что у них есть на это веские причины. В чем они заключаются, расскажет Наталья Басмурзина. В Кустанайском районе предприниматели провели благотворительную акцию. Они раздали пакеты с продуктами питания нуждающимся. Татьяна Калюжина с подробностями. В Казахстане продлевается режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали. На своей странице в фейсбук он написал, что сегодня под председательством президента Касымжомарта Токаева состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в котором в режиме видеосвязи участвовали акимы областей, городов республиканского значения, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур. В своем выступлении глава государства сказал, что 15 апреля истекает срок первого указа о введении чрезвычайного положения. Но, по мнению президента, уже сейчас понятно, что режим ЧП придется продлить как минимум до конца апреля. «Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шемкенте и в соответствующих областях до конца апреля», отметил глава государства в своем выступлении. К другим темам. В Кустанайской области от паводка пострадало одно село. В Карасузском районе около 60 жилых домов оказались затоплены. Семьи были эвакуированы. Всем пострадавшим из-за паводка оказывается материальная помощь. ДЧС заверили, что все мероприятия по предотвращению подтопления своевременно проводились по всей области, в том числе и в Карасузском районе. Тему продолжит Камила Салкамбаева. На большей части Казахстана уже сошел снег. Ситуация во многих регионах страны благоприятная и опасность паводка их миновала. Правда, Кустанайская область в их число не вошла. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел республики. Сейчас в активную фазу завершения вступил на территории паводок период на территории Восточно-Казахстанской области, Акмолинской области, Североказахстанской, Кустанайской областях. Территория большинства регионов, в том числе и Карагандинской, Павлодарской области, освободилась от снежных покровов. Никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Единственное, у нас в Кустанайской области имеется село, которое было потоплено. 7 апреля около 60 жилых домов в селе Карамырза Карасузского района оказались в воде. Там началась эвакуация людей, а домашний скот перегнали в безопасное место. В ДЧС Кустанайской области сообщили, что Карасузский район проблемный. И там производились все противопаводковые работы, в том числе взрывы на реках, откачка воды с помощью мотопомпы. Вода сходила в нормальном режиме, но во вторник ситуация резко изменилась. В 15.30 началось ухудшение погодных условий в дальнейшем с переходом в резкие порывы ветра до 30 метров в секунду и изменением направления ветра с юго-западного на северо-западное и с северное направление. Это привело к образованию волны до 25-30 сантиметров в сторону села Карамырза. По официальной информации, уровень воды начал снижаться уже на следующий день, то есть 8 апреля. Сейчас, как утверждают в ДЧС, в жилых домах откачана вода, и сельчане уже вернулись в свое жилье. Областным экиматам было принято решение оказать материальную помощь пострадавшим от паводка. Владельцам подтопленных домов выплатят по 139 тысяч тенге. А тем, у кого пострадали надворные постройки, к примеру, сараи или бани, выделят по 69 с половиной тысяч. На общую сумму 10,5 миллионов тенге. Кроме того, работодателям дополнительно выплачено 2 миллиона тенге. Каждой семье по 40 тысяч тенге. Сейчас для всех семей готовятся продуктовые наборы. Талгат Какимов рассказал и о паводковой ситуации в остальных районах области. По нашей области только село, а по другим проблемам по нашей области нигде нет. Переливы дорог, отопление жилых домов. На сегодняшний день у нас в Ехтен-Табольске, Каратамарске водохранилище поступило более 70 миллионов кубических метров воды. С России поступление воды мы в этом году практически не получили. Как сообщают синоптики, по предварительным прогнозам, водохранилище ожидалось большее поступление воды. Но из-за того, что снег таял постепенно, объемы уменьшились в несколько раз. Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН. Жители 2-го Кустаная начинают ощущать на себе приход воды. Где-то она затопила погреба, а где-то все комнаты в доме. Некоторые жильцы неоднократно вызывали коммунальные и аварийные службы на выручку. И те откликались и приезжали, чтобы откачать воду. Но вот уже неделю люди не могут дождаться помощи. А тем временем воды с каждым днем становится все больше. У жителей Станционной 8 во втором Кустаная в погребе стоит вода. С каждым днем она прибывает все больше. И, по словам жильцов, ее уровень уже по пояс взрослого человека. Жители пробовали обращаться в службы, но там им сказали следующее. Мы с пор не звонками. Вы еще счастливы, что у вас вода в комнате не существует. У соседей, они в сапогах ходят по квартире. Это что это такое? Что, тогда мы самые счастливые здесь? А завтра утром встанешь в сапогах, будешь ходить тоже, если вы будем? Женщины опасаются, что вода через погреб попадет в дом. Пока же она прибывает во двор. И до туалета уже очень сложно добраться. Вот у меня дочь постоянно звонит. Она уже куда? И в Акимат звонила, и куда она только не звонила. А что толку? Не, все обещают. Ну, ждем. В коридоре и вот с прихожки у нас стоит вот такой уровень воды. А это уже дом 24-1 на улице Спартака. Здесь воды еще больше. Она стоит, начиная со двора и заканчивая центром гостиной. Единственная сухая комната – это спальня. За помощью пенсионерка обратилась в Айкумек. Но там ей сказали, что уже помогли. Сказали, что 7 апреля у меня выкачано. 109 я когда узнала. Но в данный момент, в этот день был буран, мне даже соседи подтвердят, что машина там простояла, два часа, потом они уехали. И все. А они вам сказали, что приезжали и выкачали? Да, 109. Мне говорят, 7 апреля у вас была выкачана вода. Но в данный момент у меня воды не выкачивали. Мебель и холодильник стоят в воде. Штукатурка начинает обваливаться. На полу разложены мостки, но и они уже утонули. А вот проводку пока не замкнуло. Так что при желании можно посмотреть телевизор. Но пенсионерка предпочитает взять в руки телефон. Я звонила в 112, я звонила подряд на организацию Кустанайсу, разговаривала. Никаких результатов нет. Я звонила и пожарную часть, и ЧС я звонила. А результатов вот никаких нет. А что они вам отвечали? Они сейчас перезвоним, сейчас скажем, сейчас позвоним. Он сейчас кому-то позвонит, мне сказал, и до сих пор звонит. А до этого тоже говорили, что перезвонили? Да, да. Перезванивали? Да, никто не перезвонил. Справедливости ради жильцы подтверждали, что неделю назад службы приезжали к ним, чтобы откачать воду. Но та возвращалась уже на следующие сутки. А ждать вызванные службы повторно оказалось делом весьма затяжным. Хамзан Рупиисов, Наталья Басмурзина, РТН. А тем временем в Кустанайской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Как рассказал начальник ДЧС Кустанайской области Усталгат Какимов, территория нашего региона находилась в зоне мощного циклона. За сутки выпала месячная норма осадков. Скорость ураганного ветра достигала 40 метров в секунду. В первую очередь пострадали линии электропередач. Кроме того, ураганным ветром повреждена кровля 87 социальных объектов. Это 78 школ, 2 районные больницы, 2 объекта культуры, 4 социальных объекта, 1 административное здание, 4 объекта торговли, 1 жилой дом. Сумма ущерба ориентировочно составляет 302 миллиона тенге. По данным ДЧС, в настоящее время электроснабжением обеспечены 94% потребителей. В течение двух недель на всех объектах будут завершены восстановительные работы. Разбойное нападение на водителя такси совершено в Кустанае. Трое мужчин вызвали машину и в безлюдном месте попытались таксиста задушить. Водитель смог сбежать от нападавших и вызвать полицейских, которые, в свою очередь, подозреваемых в совершении преступления смогли оперативно задержать. Подробнее в материале Виталия Улоговского. Заявка одному из кустанайских таксистов, 38-летнему мужчине, поступила в первые часы 9 апреля через один из интернет-сервисов. На улице Вангельден взял трех пассажиров, которых попросили их довезти к дачному обществу «Текстильщик», расположенному за районом КСК, в конце улицы Кайербекова. Двое из них, которые, впрочем, как и водитель, были в масках, сели на заднее сидение. Один сел спереди. Доехав до садового общества, парень, который сидел сзади, накинул веревку на водителя такси. Водитель такси сумел вырваться и выбежать на улицу. В кармане у него находился сотовый телефон, он сразу же незамедлительно позвонил на пульт 102. В это время злоумышленники тоже выбежали из машины, в салоне которой взяли два сотовых телефона и видеорегистратор, и бросились на утек. К пострадавшему прибыл полицейский патруль, который передал приметы нападавших, описанные таксистам всем своим коллегам. В районе КСК как раз находился экипаж в составе полицейских Женебека Мурзахметова и Амантая Байжанова. Сразу выехал на улицу Курганскую, где мы патрулировали. И при повороте на садовое общество нами замечены были двое лист, подходящие по приметам, подозреваемых. Мы их остановили, потребовали документы. У одного только было, у второго не было. И далее мы их задержали до уснения обстоятельств. Доставленных в Северный отдел полиции молодых людей, пострадавший таксист опознал, как нападавших на него злоумышленников. Выяснить в них местоположение третьего их сообщника труда не составило. Третьего подозреваемого сотрудниками криминальной полиции мы задержали у него же на квартире. Квартиру открыла его же девушка, которая находилась вместе с ним. Также он был задержан и доставлен в Северный отдел полиции. Все задержанные жители Куснайской области в возрасте от 20 до 24 лет. На одного из них поступало заявление о подозрении в совершении мошенничества. Жили не на съемной квартире, за аренду которой ежемесячно платили по 65 тысяч тенге. Работали данные подозреваемые татуировщиками в одного из салонов города Кусаная. В последующем данный салон был закрыт. Со слов подозреваемых, данное преступление было спланировано заранее, за день до преступления, то есть 8 числа. Им нечем было платить за квартиру, и они пошли на данное преступление. В настоящее время начато судебное расследование по статье «Разбой в группе лиц Уголовного кодекса Казахстана». Полиция отмечает, что в режиме чрезвычайного положения в области патрули усилены. По горячим следам раскрывается каждое второе преступление. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТМ. Под прикрытием темы коронавируса в Казахстане активизировались мошенники. Об этом сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Мошенники распространяют объявления в интернете и соцсетях об услугах по диагностике коронавируса, по возврату денег на авиа- и железнодорожные билеты, по получению различных пособий, включая социальную помощь в размере 42,5 тысяч тенге. Мошенники также обзванивают заемщиков, представляясь сотрудниками финансовых организаций и предлагая услуги по предоставлению отсрочек по кредитам, открытию банковских счетов и подаче заявлений в банке. Мошенники проявляют активности в социальных сетях, включая Facebook, Instagram и Telegram, создавая фиктивные боты. Они идут на различные ухищрения с одной целью – выманить персональные данные пользователя. Это ИИН, данные платежной карты или счеты и даже электронно-цифровую подпись. Поэтому специалисты дают главную рекомендацию – никогда не сообщайте никому пароли, коды или иные личные данные, используемые для подтверждения платежей. Продолжаем выпуск. Большинство санитарных машин Кустанайской области подлежат списанию по причине износа. Многие авто служат уже около двух десятков лет. Чтобы улучшить ситуацию, в автопарке, больнице, поликлинике области из местного бюджета было выделено 475 миллионов тенге на покупку 80 новых машин. Часть из них уже распределили в районы и города. Тему продолжат мои коллеги. Еще в начале года в Управлении здравоохранения заявили о необходимости обновить санитарный автотранспорт. Оказалось, что большинство машин старые. Их возраст составляет от 14 до 18 лет. Большинство уже подлежат списанию. Поэтому потребность в закупе новых машин как никогда высока. И вот 39 санмашин отечественного производства уже распределили по районам. Их комплектацию осмотрел Аким Кустанайской области Архимед Мухамбетов. Это кислород, отсос, фюбилятор при остановке и за вами еще большие малые кислородные наборы. Это у старых автофронов, да? Да. Получается, мы где-то купили 70 машин у них. 10 в Азиавте. 10 в Азиавте. Всего заключены договора на поставку 80 таких машин. 10 для Кустаная, остальные для районов и городов области. Весь автотранспорт поступит в поликлиники и больницы до конца апреля. Куда-то направят по 3 таких УАЗа, а куда-то по 5. Все зависит от населенности региона и его отдаленности от областного центра. Но вот в Кустанайском районе автотранспорт будет немного отличаться. В Кустанайском районе в основном идут крашенные машины. Они здесь находятся на предпродажной подготовке. Их красят в желтый цвет с шашечками. Потому что они будут указывать помощь в поликлиниках. На обновление санитарного автопарка из местного бюджета было выделено 475 миллионов тенге. Деньги направили также на покупку медицинского оборудования. ИВЛ когда прибудет, который мы закупили? Значит, 30 ИВЛ прибудет у нас в начале мая. И 10 еще на 25 мая. Сейчас мы матерно-техническую базу улучшаем систему здравоохранения. Наполнительно, значит, сейчас 10 объектов отремонтированных в этом году, а лабаев отремонтированных в автомашине. Проблемы не могут, а не память в базе отрабатывать. Прибудут и новые ларингоскопы, дефибрилляторы, хирургические отсосы, анализаторы газов в крови и прикроватные мониторы. Хамзе Нурпиисов, Камила Солкомбаева, РТН. Продуктовые наборы вместо международного форума. В ближайшие дни в Кустанайском районе нуждающимся семьям раздадут пакеты с продуктами питания. Их собрали на деньги, которые в виде гранта на проведение форума выиграло общественное объединение. Но из-за ЧП в стране деньги решено было направить на благотворительность. Татьяна Калюжная продолжит тему. Сахар, мука, макароны, чай, все эти и другие продукты питания в этом пакете для нуждающихся собрали бизнесмены и представители общественного объединения. Как отмечает организатор благотворительной акции, ее общество выиграло грант от Международного фонда на проведение большого форума по зеленой экономике. Но из-за введенного чрезвычайного положения его отменили. Но фонд решил деньги оставить на благотворительные нужды. Предложение было именно помочь сельским жителям, потому что с селом немножко сложнее. И вот поэтому было принято решение, чтобы именно селу помочь, потому что они отдаленные и так далее. Но учитывая сегодняшние карантинные явления, мы пригласили Акимов сюда к нам, учитывая, что у нас еще есть какие-то задачи с ними обсудить на будущее, как мы могли бы сотрудничать, Кока-Кола, количество зеленых экономик. У нас есть несколько интересных проектов. Одно село, один продукт. Точечно раздали селам, раздали Акимам, а далее они уже будут, зная своих нуждающихся. Часть пакетов из 70 организаторы уже раздали многодетным мамам. Оставшиеся Акимы сельских округов Кустанайского района в эти выходные должны развести другим нуждающимся. Уже это не первая партия помощи, оказанная жителям нашего района Кустанайского. На сегодняшний день 38 продуктовых наборов, это и бытовая химия там есть, будут направлены в пять сельских округов. Там самые нуждающиеся, это и многодетные, и инвалиды, и одинокопроживающие. В самую первую очередь это люди, которые попали в зону риска. Им будут доставлены эти продуктовые наборы, и я думаю, что это будет большой подспорь в данное время. Причем такие продуктовые пакеты за счет сэкономленных 2,5 миллионов тенге раздадут не только в Кустанайской области, но и Акмолинской, Аматинской и Карагандинской областях. Помимо этого, Международный фонд предлагает жителям казахстанских сел безвозмездные гранты на развитие своего небольшого бизнеса. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная РТН. Многие Кустанайские ПКСК не могут проводить дезинфекцию подъездов. Об этом рассказала председатель одного из городских кооперативов жильцов. По ее словам, на это есть веские причины, которые и было решено изложить в письме главному санитарному врачу региона. Получен ли ответ на это обращение и что за причины указали представители ПКСК, узнавала Наталья Басмурзина. ПКСК должны ежедневно проводить дезинфекцию подъездов, так сказал главный санитарный врач региона. Но по факту мало кто из жильцов многоэтажек такое явление замечал. Каждый месяц сбор почти две тысячи, я даже не тысячи с чем-то я точно не знаю супруга сдаёт. Ну куда мы эти деньги? Неужели нельзя выделить и пройтись про ладо хоть первый этаж дезинфицировать ладо верхние этажи не надо. Пусть не все этажи. Мне кажется это они вполне возможны и финансово это несложно мне кажется для них. А вот председатель одного из КСК говорит, что именно в деньгах и кроется главная причина отсутствия дезинфекции. Средства на обработку не заложены в тариф. Клининг и компании, которые производят допустим обработку или уборку подъездов их разовая уборка именно по обработке дезинфекции стоит в пределах 300 тенге с одной квартиры. У нас в среднем платеже в зависимости от метража квартиры от площади колеблется от полутора до трех до трех с половиной тысяч с квартиры. То есть даже если не платить ни зарплату ни налоги абсолютно ничего не делая отдать просто чисто за обработку и то этих денег не хватит даже на полмесяца. Финансовую сторону осложняет сразу несколько обстоятельств. Во-первых, прошедший 7 апреля циклон. Упавшие деревья во дворах должно убрать ПКСК. С наступлением весны пришла пора залатать протекающие крыши тем же кооперативом. К тому же сами жильцы из-за введения ЧП стали платить в четыре раза меньше, чем обычно. Есть и еще одна причина, которую называет председатель. Для обработки подъездов не хватает людей. У нас, если ПКСК достаточно большое, 68 домов, у нас 234 подъезда. Сколько штатистопрудников? У нас получается на сегодняшний момент 57 человек. Это все вместе. И дворники, и слесаря, и вот ауп, и все. Ну, то есть, у нас как бы одного человека даже как бы на дом получается нет. Многие люди даже, боясь опять же вот этой паники, боясь вот распространения, даже не хотят идти. У нас даже дворники есть, отказываются, которые выходят на работу и работают. По мнению председателя, проведение обычной влажной уборки не принесет желаемого результата. Нужны спецсредства, а значит, спецкостюмы и люди, которые знают, как с этим работать. Все эти мысли было решено изложить на бумаге. Написали мы обращение к главному врачу не читала, потому что именно от него исходило вот это вот постановление, что ПКСК якобы должны обрабатывать, проводить обработку. Но ответа пока нет. В письме мы именно изложили, ну, как сказать, все наши вот эти проблемные вопросы, что это все бесплатно, мало того, что неким это не заложено в тариф. И, ну, просили, конечно, как бы, ну, дать разъяснение, как, каким образом. Подписали это письмо представители 20 ПКСК Кустаная. Ответ они надеются получить в течение 15 дней. Виктор Ваташко, Наталья Басмурзина, РТН. 57% жителей Кустанайской области приняли участие в обучающих семинарах по переходу казахского языка на латинскую графику. Эту цифру озвучили в Управлении по развитию языков области. Однако сейчас в новый алфавит вновь вносят изменения. Поэтому обучение пока приостановлено. Мои коллеги расскажут подробнее. В Кустанайской области в рамках спецпроекта «Переход казахского языка на латинскую графику» за три последних года провели более 8 тысяч мероприятий. В научно-теоретических конференциях с приглашением разработчиков алфавита, в выездных семинарах по регионам и сельским округам в общем за это время приняло участие почти полмиллиона человек. Но основная же работа, как отмечают чиновники, по обучению латинской графики проходит в кабинетах по изучению казахского языка. Среднеобластной показатель охвата участия населения спецпроектом составил 57%. Учитывая численность населения регионов, отмечаем высокую долю в Алмусаринском, Жангельдинском, Федоровском районах. Низкий охват населения в Житогоринском – 17%, в районе Биемета Майлина и в городе Аркалу. Всего за три года на реализацию спецпроекта направлено 41 миллиона тенгер, в том числе из областного бюджета 19,5. Наименьшее финансирование продолжает руководитель управления по развитию языков, выделяется на обучение в Зункольском районах и Аркалыке. Здесь за год работы направляется по 500-700 тысяч тенге, а нужно, подчеркивает Гульжан Медикинова, в разы больше. Сейчас все ждут внесенных после поручения президента о дальнейшем усовершенствовании разработанного алфавита поправок в окончательный проект алфавита. После специалисты вновь начнут обучение. Самое важное сейчас все те индикаторы, которые утверждены, мы должны достигнуть. Понятно, сейчас ограничения есть по обучению, поэтому онлайн режим предлагает Гульжана Ермашевна, я еще предлагаю оффлайн тоже изучите, потому что где-то если интернет будет зависать, будут проблемы, особенно дальние районы, то оффлайн переходите. Надо записывать тренеров, преподавателей, которые преподают и эти лекции, уроки и другие лекции надо доводить до населения. Акиматам также поручено продолжить информационную работу по переходу казахского языка на латиницу через средства массовой информации, популярность социальные сети и рассмотреть возможность выделения средств на проекты в рамках государственного социального заказа. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная РТН Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Продолжение следует...